Вот этот вот отрок Яша приехал. С первого дня, с первой минуты сразу начались неполадки. Никого не слушает, ногами стучит, за маму хватается, плачет, не подчиняется, никакой управы нет. Ну, у нас это не положено. Он теперь стал слушаться. Но как только меня рядом нет, он из мамы начинает видеть веревки. И вот сейчас мы здесь были, он затеял у мамы ручку взять, а мама ручку не дает. Все, он ногами стучит, прыгает, слезы у него вроде бы, и он кашляет и рыдает. Это невозможно. И мать, я так понимаю, что он ревет. Я говорю, я сейчас проведу перед вами эксперимент, что он не ревет, он просто веревки вьет из вас. Это вы из него такого сделали. И вот посмотри, как сейчас это будет выглядеть. И-ка сюда, Яша, отпусти его. Вон, послушай, парень, сегодня отказался есть тертую морковку и ни под каким видом не ест. Тертая морковка там немножко на кусочки-то. Но вот он увидел, что я встаю из-за стола, он мигом схватил и сразу съел. Становись, садись вот на это. Вот, я тебе говорил, Яша, что у нас в лагере не положено, как попало, поступать. А нужно только так, как по уставу. И вот вчера это было, вчера я начал это показывать им. Он плачет. Я говорю, не добивайте, чтобы он не плакал. Василий Великий говорит, для ребенка плакать, это плащем выражает молитву. Пусть он плачет. Так он вот сколько время плачет. Я ему тогда дал кружку вот эту, вот я его вытер специально сейчас. Я ему даю смею. И вот он, Яша, он уже знает, что будет. Яша, нужно вот столько наплакать, и тогда я проверю, сколько. На, начинай плакать. Так, ну, Яша, посмотрим. Сейчас посмотрим. Что-то ни одной слезинки нет. Ну, как же так-то? Надо, я говорил, хотя бы на пальчик наплачешь, как-то за меня и за Петрония. Давай еще постараюсь. Ну-ка, давай посмотрим. У тебя сейчас сегодня не получается так. Почему? Вчера две капельки было-то. Водички может выпить дать? Нет. А что? Буду. Не получается сегодня? Нет. Ты даешь над мамой, это вон как плакал-то здорово, выпрашивал когда. Ну, давай еще один раз попробуем. Может что-то получится. Потому что, если он хорошо плащет, мама тогда перед ним на вытяжку. Мама все сделает, что он просит. Ну-ка, давай, только не наклоняй, пошел. Сейчас ничего нет. Ну, вообще-то я плачу не за слезы, а за старание. Главное старание. А уж если ничего не получилось, ничего не сделаешь. Главное, что мама знает теперь, что Яша не плачет. Слез у него нет. Просто он знает, что мама будет все делать, что скажет. Мы сейчас за то, что он так хорошо делал, видите, я даю ему сотовый мед. Сотовый мед сейчас дам, покормлю его, водой напою, чтобы у него слезы-то из воды. Так, раздевай рот. Давай. Вот она, радость моя как. У него получится. Ешь. Так. То есть, видишь, какой сотовый-то мед у нас? О-о-о. Вон какой, гляди какой. Сладости-то сколько тут. Яша это знает. Он говорит, что без этого никак нельзя, без меду. Труд достойен оплаты. Трудящийся достойен пропитания. И у него другого нету средств. Никаких. Он не депутат. Он никаким образом не может выжать требуемое с народа. Но он бьет на голос. Голос у него хороший, зычный. Он вполне может быть каким-нибудь оратором. Давай, братик, раздевай еще раз. Вот так. А. Вот как он. Сейчас я еще ему дам. А чтецом сможет быть? Он старался здорово. Игнар Тихонович, чтецом может быть? А? Чтецом в церкви. Отличный чтец будет. Давай, Яшенька, мы с тобой сейчас попробуем еще. Давай-ка. Вот. Потом я сейчас вытру рот ему. Дам воды попить, потому что без воды не плащется. И воды непростой даю. Наливаю. Смотри, что я делаю. Из термоса. Вот. Маленечко. Горячая вода. Чуть-чуть. Потом добавляю чистый набратый здесь березовый сок холодный. Остужаю. Ну, немножко. Чтобы заправиться. А потом добавляю. Вот написано святая вода. И святой водички. Это очень интересная вода у нас. Вон какая она. Тут бы все безбожники сказали положительная энергетика. Ну-ка попробуй выпить, на. Сейчас он заправится. Попробуем еще раз. Может быть действительно у него слезы кончились. Так. Теперь смотри. Вот эксперимент. Я кружку опрокидываю. Всем это видно. Я ее вытираю. Тщательно. Насухо. Показываю, что вот она. Ничего нету. Сухая кружка. Попробуем еще. Как ты у мамы что выпрашиваешь. Покажи, как плашешь. Давай, начинай. Юлийнальная ястица, она бы сдохла здесь сейчас. Это издевается над ребенком. Как издевается? Медом я накормил. Мама рядом. Ничего нет. Он сытый. Обутый. Одетый. А юлийнальная ястица, сейчас бы ее отобрали. Им как раз не надо, чтобы ее воспитывали. Им нужно быдло масонское. Так, подожди, Аша. Сейчас, подожди, я расскажу. Вот юлийнальная ястица занимается чем? Подготавливает рабов, манкуртов для антихриста. Отобрать детей. Они видят, что не приближается старство антихриста. Юлийнальная ястица не действует на евреев. Ни одного еврейского ребенка не забрали. Почему? Потому что это их производная. Это они подготавливают весь мир к принятию антихриста. И у мусульман детей не отнимут. И у цыган не отнимут. Главный удар делается на православие. Это самые упорные люди. Особенно русские люди. И они сейчас делают все возможное, чтобы отнять детей. У баптистов, у православных. Чтобы детей не воспитывали в христианской вере. Вот ребенок. Он приехал, вообще не подчиняется. Мать не может с него снять даже сумку, которая на нем была. Помнишь первый день как? Ложится спать, он ногами колотит. Не ложится спать. Он до полночи булгачит. Утром встать он не встает. Ночью она на горшок ведет, он не идет. Он будет реветь, кричать, бить. Я с первого дня занялся ребенком. Гляжу, ребенок просто талантливый артист. Его сегодня в Амхат можно отдавать. Так, Яша, надо еще один раз поплакать. Давай. Пока поставь, пока посмотрю. Я говорил, что Яша разучится у меня плакать. У него не получается. Все. Вчера он две слезинки наплакал. Больше нету. У меня настоящие слезы у Яши тогда бывает, когда он у матери привык уже выжимать. Она не дает. У него прям слезы текут. Скажи, мама, так? Да. А как еще раз попробуй, получится? Нет, только так. Держи. Вот этот маневр, я дальше сразу разгадал. Он не плачет. Он просто выманывает. Он выдавливает. У него других средств никаких нет. Ну, это очень мощное оружие. Бабки умирают сразу. Да дай ты ему, пусть он не плачет. Он кашлять начинает. И кашель самый настоящий. И мать говорит, он простыл. Он бы не может. Я его вывел. У меня там есть лечебная крапива. Еще раз только будешь придуряться, все. Все, ни разу не кашлял три недели. А пришел непрерывный кашель. Он знает, что она перед ним встанет на колени. У него вместо винтовки плащ. А винтовка рождает власть, как Малзон говорил. И вот он, пожалуйста, гляди-ка. Так, все, Яша, хватит. Все. Кнопочка одна. Вот она, ювенальная юстиция вся. Пожалуйста. Ювенальная юстиция одна. Написано. Не жалей розги. Наказывай. Соломон разбирался лучше ювенальной юстиции. И что? Пока ребро молодо, сокрушай его, дабы окрепнув, оно не восстало на тебя. Дальше. Не возмущайся криком ребенка. Наказывай чаще, дабы впоследствии утешиться. Ибо непослушание поселилось, дерзость в нем, но исправительная розга прибавит разума. Это все написано в Святой Библии Дух Святой. И те люди, человека-бесы, бесогоны, которые сидят там, которые мутят народ, они для этого и поставлены там, чтобы подогнать под Антихриста. Они хотят вырастить новое поколение манкуртов, которые шли бы, убивали, Афганистан захватывали, Ирак давили, все, что хотят, выполняли. Они говорят, ребенка нельзя наказать. А теперь его мобилизуют в армии, и тысячами их убивают. 14 700 в Афганистане погибло у нас. За что? Какой Афганистан? Нигде его нету. Они могут эксперименты делать, сокрушать свои небоскребы, Каширское шоссе, все покрыть трупами. Им нужны послушные животные. А если мать его правильно по слову Божию воспитывает, то он умрет, никуда не пойдет, скажет, Христос умер за меня. И поэтому я вам не обязан подчиняться, если вы ведете в худую сторону. Он что угодно может сейчас уже сделать, ребенок. Вот мы из него сейчас показали, можем сделать христианина. Он плакать не будет, он вообще не плачет. А мать его приехала, с ложечки кормит. С ложечки, два с половиной года ребенку. Я показывал, у меня запись есть, мусульманская девочка, Фатима, два года, и она отвечает на вопросы, которые у нас 20-летние не ответят. Почему? Потому что мусульмане занимаются людьми. Нам не злиться надо на мусульман, а доброе брать от них. И сказать перед ними, попросить прощения. Сколько мы зло мусульманам сделали? Захватывал ярмак, давили их везде. Это так же, это все было. С мусульманами надо бороться. На какое оружие? Любовь. Оказать им внимание. Требуемо дать, накормить. У нас нет другого оружия. А евреи захватили все. Любовь. Чтобы евреи и мусульмане увидели, что с Христом лучше. Вот как. За 6 столетий, а Мухаммад умер в 632 году, ни одного проповедника не послали. Об этом Андрей Кураев говорит. Ни одного Кирилла Мефодия за 6 столетий не нашли. Если мы это не поняли, не будет проповеди, то через 50 лет у нас будет московский халифат, а не московский патриархат. И вот научите их детей, мусульмане, научить в течение одного дня. Ни проституции не будет, ни наркоматов, ни наркоманов, ни гомостексуалистов, ни пьяниц. А у нас не знают, что делать на 25 или на 30 метров алкогольный киоск ставить от учебного заведения. И на полном серьезе сидят, время тратят. Вот оно, блудливое быдло выросло. И они не знают, как избавиться от пьянства. Я знаю принять Христа в сердце. Я за сухой закон, но как христианин, я не могу требовать сухой закон, потому что Христос сделал чудо, воду превратил в вино. Я христианин, мне это не надо. А сухой закон, кто вводит, не выдумывайте ничего. Вам никогда это не сделать. Это могут сделать только мусульмане. Они всем сразу голову отрезаны, на штатет повесили и все. Это умные люди, религиозно-талантливые. И нам рты нужно заклеить скотчем, чтобы мы никогда ни на еврея ни одного не сказали, ни на мусульманина. Нам только учиться надо. Учиться соблюдать свой христианский закон. И тогда мы им покажем Христа, жизнь свою. Вот это можно сделать. Другого нет. Вот доказательство, это ребенок. Он совершенно не воспитанный. У нас такая ситуация сегодня, как ребенок родился, бабку уничтожать надо. Это главное развратители. Их просто ликвидировать надо, стариков. По смыслу. Я не говорю, я не призываю к этому. Это главные враги в семье. У нас отец инвалид, войны без руки был. Нас 10 в семье. И что бы мы делали, мать с нами делала. Я в 5 лет оставался главный. На мне 2 ребенка. Из печки вытащить все, хлебы пекутся. Чужого не запустить, ни одного человека не запущу. Ни в жизнь. И ни один меня не обманет. А как же выходить? А мне наказано в комнате убрать. Пеленки постирать. А шипочка одна в окно. Я туда задом вылезу, сбегаю, постираю, и по той шипке опять залезу. Вот как. И отец с матерью полкласса не кончили. А они внутренне знали. Всегда так воспитывали. Строгом воспитании. У нас вот мать скажет, ребята, мы это не сделали, а отец придет, он пастухом был. Что скажет? Вот это, что скажет, сакральной фразой было. Я не знал, что он скажет. Но казалось, что это невыносимо тяжело, стыдно и обидно будет. Отец жарился на поле, зарабатывает хлеб, а мы же сделали так или не сделали так, что он что-то скажет. А что скажет? Ну, примерно скажет, как же вы так не сделали? Почему огород не пропололи? Почему не полили? Вот это, что отец скажет, это было для меня высшей мерой наказания в детстве. А сегодня мать, она может позорить отца при детях. Я на отца ни одного слова от матери не слышал. Никогда. если мать против отца хоть одно слово при детях или когда он выйдет, будет говорить, она потеряла детей. Она вражиной будет им, детям, потому что что сеешь, что пожнешь. Вот. Мы как раз показываем сейчас. Вот он маму ни в какую не признает. Я беру, я же иди сюда. Он знает, что здесь надо слушаться. Я тебе скажу, смотри. Вот это мама твоя, подойди ее и поцелуй 10 раз. Залазь, поцелуй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Он все выполняет. Девять, десять. Десять. Говорят, Яша не слушается. Я только прихожу, он сразу подбегает, становится на обед. А покажи, как кланяется Яша. Давай помолимся вместе. Вот посмотрите, как он кланяется. Давай. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это взрослому почте. Давай еще раз. Господи, дивный наш Господь, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Еще, перейти здесь. Еще раз. Господи, помилуй. Господи, благослови нас и благослови Якова. Дай ему мудрости и разум направь его на послушание родителям, на знание Слова Твоего Святой Библии, чтобы он был Вадим Духом Твоим Святым. Ангел-Хранитель да доведет тебя до Сарства Небесного. Аминь.